Скажите, как давно вы стали федеральным университетом? Как происходило у вас объединение или не происходило? Мы стали федеральным университетом 30 декабря 2010 года. Именно в этот день вышло постановление правительства Российской Федерации. А еще до этого, в октябре, этому предшествовал указ президента Российской Федерации о том, что создается Балтийский федеральный университет имени Мануэлла Канта. В процессе организации этого федерального университета мы были восьмым федеральным университетом на тот момент. Предполагалось, что к нам будет присоединяться два колледжа. Технический колледж и колледж градостроительства. На данный момент это присоединение юридически, практически завершено. Мы присоединили два колледжа с преподавательским коллективом, со студенческим коллективом и работаем теперь в рамках единого организма, который называется Балтийский федеральный университет имени Моноэла Канта. В университете до присоединения колледжей было 14 тысяч студентов, 14 факультетов, есть научно-исследовательские институты. После присоединения колледжей увеличилось число студентов почти на 2,5 тысячи. Сейчас 16 тысяч. В федеральном мы очень активно развиваем те направления подготовки, которые являются приоритетными в рамках развития техники, технологий, инноваций Российской Федерации. Это биотехнологии, это медицинские технологии, это нанотехнологии, это наноэлектроника, это транспорт, это сфера обслуживания в широком смысле этого слова, в том числе и технический сервис и так далее. То есть мы изначально были таким классическим университетом лет 10-15 назад, преимущественно гуманитарным, а сейчас наш профиль менялся за прошедшие годы на глазах. И это стало одним из факторов, я так думаю, при принятии решения о том, что здесь тоже должен быть федеральный университет. Вот я как раз хотела спросить, обычно при образовании университета классического федерального, оно происходит болезненно, студенты воспринимают эту болезнь, они не хотят, чтобы было на себе такое слово. Как у вас это происходит, болезненно или все-таки наоборот? Ну, вы знаете, у нас уникальная ситуация, не объединялись вузы. То есть все-таки базой для присоединения был университет, и студенты университета в большинстве своем эти изменения воспринимали позитивно, потому что, ну, этому предшествовала очень большая разъяснительная работа. Конечно, очень многие переживали из-за смены названий, знаете, мы привыкаем к имени, да, но это тоже, здесь есть другие моменты. Мы 10 лет назад были Калининградским государственным университетом, в 2005 году мы стали Российским государственным университетом имени Малой Канта, и вот в 2010 году мы опять сменили имя, поэтому, ну, в определенном смысле это создало почву для того, чтобы и эти изменения были приняты сообществом университетским, не только студенчеством, но и преподавателями. Сейчас мы как раз работаем над ребрендингом в смысле изменения корпоративного стиля, логотипа и так далее. И тоже процесс идет неоднозначно, но большинство все-таки принимает ту символику, которую мы предлагаем, которая предлагается в качестве новой символики университета. То есть я не могу сказать, что у нас были какие-то конфликтов, в принципе, не было вообще. Была настороженность со стороны колледжа по отношению к тому, как они будут жить в рамках федерального университета. А университетское сообщество эти изменения приняло в большинстве своем позитивно и положительно. А насчет преподавателей? То есть преподаватели не уходили все-таки те же самые? У нас не просто не уходили преподаватели, к нам приезжают преподаватели. Это тоже большой плюс федерального университета. А плюс в чем? В том, что мы получили уникальную возможность развивать науку, насыщать наукоемким оборудованием нашей лаборатории. И к нам потянулись люди не только из других регионов России, нашей необъятной родины. К нам приехало очень много кадров высшей квалификации, научной квалификации из Сибири. В частности, мы создали целый научно-исследовательский институт информационных технологий и геофизики. Целый научный коллектив нам приехал, 40 человек. Такого высшая школа, как нам говорят даже в Министерстве образования и науки, за последние несколько лет такого массированного переезда научной школы в принципе и не знала. И только за прошлый год мы на постоянную основу приняли 70 человек к себе. Прежде всего, это кадры, конечно, высшей научной квалификации. Но мы думаем, что этот процесс не остановим. А самое приятное, что возвращаются люди из-за рубежа, ученые из-за рубежа. Вот к нам уже переехал из Ирландии наш выпускник, он PHD доктор, имеет эту степень. Очень успешно был там, но как только эти изменения пошли в университете, научная база стала развиваться, он вернулся уже чуть меньше года работать в нашем университете. Сейчас мы ждем другого специалиста из Америки, из Бостона. Приезжает тоже достаточно известный ученый и будет работать в университете. Мы ему даем лабораторию, создаем условия. А студенты...